Здравствуйте, дорогие друзья! Несколько слов о еврейской математике, а потом переходим... Да мы, наверное, вместе будем сразу говорить о недельной главе. Материальный мир, который мы с вами видим, его ценности, они, конечно, ближе нам, потому что они дают нам в ощущениях. А мир верхний, духовный, он скрыт за множеством, там, за вес, с ним сложно. Но вот на нас возложена главная задача какая-то, находить вот этот духовный мир, находить Всевышнего даже в повседневности. Это как бы, ну, вертикальная ось еврейской системы координат. Но одной недостаточно, нужна вертикальная, нужна ведь для того, чтобы определить точку на плоскости, нужны две координаты. Поэтому, если вы помните, то на Ковчеге Завета лица, вот, Крувов, они обращены друг к другу. И они намекают, мудрецы говорят нам на то, что совершенство достигается только в случае, если мы не забываем о ближних и об окружающих. Сказано в поучении отцов, тот, кому люди относятся положительно, тому и небеса относятся положительно. Надо стараться как-то жить миром в мире, да? Поэтому дал Всевышний людям заповеди двух типов, между человеком и между Богом. Это одна ось, например, Рикс, это между человеком, и вторая между Игрек, это между Богом и человеком. Их десять, да? И они начертаны на двух скрижалях, по пяти на каждый. И Рамбан объясняет, что на первой находились заповеди небесные, на второй земные. В одном из комментариев написано, что когда Амаше спустился с горы с первыми скрижалями и увидел, что пляшут пляски вокруг золотого тельца, он хотел разбить только первые скрижали, поскольку на них написано запрет на идолопоклонство. Вторую он хотел вручить народу, но Всевышний ему что сказал, что Тора она едина и скрижали неотделимы одна от другого. Поэтому и нам здесь какой урок? Нам необходимо помнить и отслеживать свои достижения по этой системе координат. Какие наши в момент данные соотношения с Богом и какие наши отношения с людьми? Вот на этих плоскостях, где нам надо больше двигаться, все как раз очень просто. Мы знаем, что Тора она вечна, уроки ее вечны. И в этой главе есть еще скрытый урок, который надо помнить каждому человеку. Переносной храм в пустыне это образ, символ внутреннего храма, который каждый должен построить себе. И поэтому этому выделяется 4,5 главы, когда строительство всего мира там это одна глава. И у каждого человека говорит, хочет он или не хочет, сопротивляется или нет. Есть святилище, есть святая святых. Написано согласно книге Зар, что, например, святая святых это сердце человека. И там написано, нужно поместить, что скрижали святую Тору. Надо, чтобы Тора заходила в сердце. Светильник храма, например, Минора, указывает на свет мудрости, который необходим человеку. А воскурение на хорошее личное качество. Стол на то, что имущество надо добывать чистым, праведным путем. А умывальник это о том, что надо очиститься от всякого зла. И вот на сколько уровней всего этого в человеке? И такой храм, в каждом сосуде есть свой символизм, поэтому не просто так нам все это рассказывается. Человек может подумать сегодня, откуда у меня такие силы и способности к таким высотам. Мне бы хотя бы сдвинуться тут на один шажок. Как я могу построить себе храм? Мне хотя бы последнее не разрушить. А тут еще надо поставить ковчег, скрижали. Как создать светильник и так далее. Нет у нас иногда сил для этого. Мы маленькие, бедные. Так может подумать человек. Но эта глава объясняет и указывает нам, что если только мы захотим и решим. Написано, как это делается. Придем к раву, к учителю какому-то, скажем, мы хотим делать то, что господин прикажет. Так написано. Сразу получим силы сверху, поддержку и проникновение мудрости и все остальное. Все дается тому, кто открывает этот кран, сразу получает. Написано, Всевышний только хочет нашего искреннего решения. Не разговоров об этом, а искреннего. Нужно только открыть вход, сказан размером с игольное ушко, а остальное пошлют свыше. Еще написали мудрецы, что надо помнить, даже во времена кризиса, даже во времена бедствий, в личном и общественном темноте, нужно понимать и размышлять о том, что Бог всегда со мной. Написано, сердце разбито трудностями, не противоречит ощущению того, что Бог всегда со мной в сокрытии. Но Он поддерживает меня, подбадривает меня. И даже если у меня есть такие проблемы, которые сегодня сложны необычайно, надо сказано, что Бог обязательно поможет выйти из них, если ты служишь Ему в радости. Брахавы от слуха, что мы правильно вышли из всех ситуаций. Субтитры создавал DimaTorzok